Марина, ты возьмешь Андрея как твоя жена? Да, я так. И Андрея, ты возьмешь Марина как твоя жена? Нет! Сюрприз! Нет, я не готова! Знаешь почему? Потому что ни одна женщина в этой жизни не может, когда я стою перед ней на колени и даю ей кольцо и говорю, что я готов взять ее своей женой, сказать мне нет. Если ты думала, что ты одна из тех, которая может себе это позволить, то это не так. И поэтому я принимаю тебя точно так же, как ты и меня, но откладываю свадьбу на неопределенный срок. А это так, в бутафоре. You know why? Because it's cheapest price. Нет, ребята, ребята, это все шутка. Это все шутка, это все шутка. Это шутка, это просто сюрприз. Андрей, это шутка, вернись назад. Присаживайтесь. Андрей, я не знаю, что ты сама скажешь. Блин, Надь, просто сам... Пошли. Надь, с самого утра какая-то хрень идет. Ребят, присаживайтесь, пожалуйста. А вы что, серьезно, что ли? Не, а в чем поглость? Не, а в чем поглость? Что ты сделал, что ты сделал? Не кричите, не кричите. Смотрите, девочки, а он же утро куда-то попал. Все, успокойтесь, я вас прошу. А что ты на телевидении как-то не делаешь? Успокойтесь, я прошу вас, давайте, без поднятия руки. То есть успокойтесь. Илья, скажи, что он делает, что он вытворяет. Татьяна, я вас очень прошу, успокойтесь. Что вытворяет, ты ваше прожить, ты на теле не будешь есть. Успокойтесь, успокойтесь, Татьяна, все успокойтесь. Среди. Андрюх, что случилось? Я что-то не понял. Пересаживай. Сереж, я прошу прощения, просто у меня ситуация была такая, что... Илья, налей яблочную шоку, пожалуйста. Тихо, подождите, подождите, я сейчас сам не понимаю, что... Нет, другого. Происходит, сейчас секундочку. Я уже зато понимаю. Я в шоке от тебя. Получается, он отказался от свадьбы, правильно? Сереж, ты меня знаешь. Он отложил ее. Я тебя знаю очень хорошо, но... Андрей, ты же ее отложил? Я же тебе 10 раз задал вопрос. Свадьба точно будет, никаких не будет заподлянок. Что это за ерунда? Сереж, я тебе знаешь, что скажу? Просто, когда девушка, ты меня знаешь давно. Когда девушка, когда я стою перед ней на колени и предлагаю ей стать моей женой, когда я для нее все делаю, когда она мне говорит, Андрей, ты сделал мне за 25 лет самое крутое день рождения. Я тебе верю. Но каждый раз, когда я в таком же состоянии, когда мне очень хотелось, когда я действительно хотел получить эти эмоции, сейчас это все наиграно и фальшиво. А тогда я стоял на колени и плакал. Я рад, что в моей жизни... Ты что платишь? Прости меня. Я от счастья, правда. Я рад, что в моей жизни появилась та девушка, которая, несмотря на все мои минусы, несмотря на мой сложный характер, реально отнеслась ко мне как к человеку. И я сейчас хочу здесь, при всех и перед всей страной сделать тебе предложение и подарить вот это кольцо. Будь моей женой. Красивая. 3.15. Выходи за него! Выходи за него! Я хочу сказать тебе да, но я хочу перенести нашу свадьбу на следующий год. Почему она считает, что она может меня обламывать? Я не отказываюсь от нее. Они мне говорили, самая главная бумажка. У меня нет развода. То есть я официально женат. Значит, я не могу жениться на Марине. Они же у меня ее просили. Молодцы! Я теперь официально приеду в Москву, получу эту бумажку, и потом будет уже настоящая свадьба. Мама, ну вот знаешь, то, что вот ты предполагала, то и произошло. Мама, успокойтесь. А что вы думаете? Почему так получилось? Было же все нормально. Вы поехали. Он ненормальный, он чокнутый, он чокнутый, он просто дурак. Нет, подождите, Татьяна Владимировна, смотрите. Была очень хорошая подготовка. Андрей даже утром уехал подготавливаться. Вы поехали на яхту. Все было хорошо, он радостный, он так этого хотел. Маринка как готовилась. А что происходит? Почему вторая? Он подлый тип. Это все так и писали в интернете. Мне так и писали, вчера писали. Что ему вообще нельзя верить. Марин. Что ему вообще нельзя верить. Мне люди писали, я не хотела это слышать. Блин, да как так? Я не обращала внимания на эти слова. Все комментарии про него именно так говорят. Как он мог после выбросить вообще? Он именно такой, как у них, Малида. А к чему тогда весь этот фарс должен был быть? Это просто месть была? Это месть или что? Это месть. Это обычная месть. Сереж, ты пойми, я ее не опускаю. Вот это учение все время, учение, учение. Вот такой я человек. Вот такой я человек. Я учу женщин. То есть я хочу своих женщин учить, потому что, чтобы... Потом не иметь проблем. Я хочу, чтобы у вас... У меня были такие же отношения, знаешь, как у тебя. Твоя жена полностью тебе доверяет, любит тебя. Меня в моих отношениях, мне постоянно обвиняют в том, что я постоянно что-то придумываю. Обвиняют меня аферистам. Обвиняют в том, что я пытаюсь использовать Марину. Обвиняют меня даже тогда, когда говорили, что я использую Марину ради конкурса «Человека года». И что я, как только закончится конкурс, брошу ее. Я до сих пор с Мариной. И я хочу, чтобы Марина, слушая эти мнения, доверяет не мне, а я с ней до сих пор, доверяет мнению. Я не могла представить себе, что может так ситуация обернуться. Это человек, который просто может так играть, и который... Люди просто говорили, надо иногда и вообще опираться на мнение людей. Люди все так говорили. Все. Он специально это все вынашил, Марина. У нее нет никаких чувств к тебе. Это подлый поступок человека, который может это совершить. Это подлое. Нет, я просто вообще в каком-то... Подожди, я просто в остепенении, я просто... Длин, как мы съездили. Но как это... У меня в голове Реана не укладывается, как такое может произойти. Марина, да это реально пиар с его стороны. Он просто себе очки зарабатывает насчет тебе. Люди раньше говорили, когда человек годом был, когда он выигрывал, и тебя для пиара взял. Он это своей жене хочет показать то, что... Вот, я могу кому хочешь бараний рожок скрутить. Это просто не человек. Это просто... Кто он есть после этого? От него надо вообще держаться подальше. Люди видят, люди говорили, люди смотрят эфиры 10 лет, 11. Хороший, красивый. По жизни поведет. Мам, столько мы в это обсуждали, готовили списки. С утра рано встала, и в 5 утра легла. Да на какой черт эти списки были? Восемь... В нырите... Боже мой, мне даже не могу слов связать. Я не отказываюсь от Марины, я продолжаю ее любить, я очень сильно ее люблю, и я просто переношу свадьбу, как когда-то переносила ее Марина. Получается, это месть, Андрей? Нет, это уроки. А, это уроки. Да. А Марина как считает, урок это или месть? Оля, я даже не знаю, что сказать, просто обидно, что так все произошло. Мы с мамой легли в 5, встали в 8, крутили прически, какие-то заколки. Все, что угодно можно было ожидать, любые сюрпризы, мы даже были готовы. Я все время шутила, что это будет какая-то рыбацкая шлюпка, и будет что-то такое, в общем, смешное, с юмором, но никак не ожидали, что такая концовка будет. И концовка произошла настолько неприятно, это было как посмешище какое-то. Но самое удивительное, Оль, у него из рук выпало кольцо. Кольцо выпало. И как вообще так, и в фильмах мы смотрим, в книгах читаем, что кольцо падает из рук, плохая примета. Или свадьбы не быть, или свадьба не состоится вовсе, или брак будет обречен. Марин, ты поняла, какой урок тебе преподнес Андрей? Преподал почти, извини, преподал. Оля, вообще какой-то хочется просто этот день взять и вырезать жизнь. Что когда Андрей выкидывает кольца, а потом садится за общий стол и начинает рассказывать про свою свадьбу со своей бывшей женой, как они там ездили в Америку, отдыхали, ну, все как-то вообще было неприятно. То есть он, может быть, эти мелочи не замечает, но мне, например, важно, чтобы все было красиво, все было достойно, с уважением. Тем более мы ту ситуацию обсудили, Андрей. Если бы мне было на тебя все равно, я бы поступил бы по-другому. Я именно так поступил, потому что мне на тебя нет. Еще хуже можно было бы поступить, куда уж жестче, Андрей. Я такой человек, то есть Марина и мама, они должны понимать, вот я такой человек, плохой, обвиняйте меня, я такой. То есть почему люди могут говорить, что они такие? Нет, мы спрашиваем, Андрей, мы спрашиваем. Для меня это не жестоко, для меня это не жестоко, для меня это правильно. Для тебя это правильно, что будет делать с этой правдой теперь Марина? А ничего не делал, я же ничего не делал. Я люблю ее, я говорю еще раз, я люблю Марину, я не отказываюсь от Марины, так же, как она от меня не отказывалась. Я просто переношу свадьбу. Почему Марина мне может это сказать, и весь коллектив поддерживает, и говорит, Марина, ты молодец. Я хочу сейчас услышать поддержку коллективу в мой адрес. То есть я так понимаю, что ситуация одна и та же, я прямо сейчас думаю, что лес, руки, все меня будут поддерживать. Прямо сейчас вот вижу это. Ну давай узнаем сейчас, Андрей, давай сейчас узнаем мнение коллектива. Может быть действительно ребята считают, что это правда жизни, это правильно, и как бы с тобой согласятся. Андрей Черкасов. Да. Степень жестокости поступка можешь определить? Да я к каждому обращусь, из этой замечательной троицы, к Андрею сперва. Я не согласен, это не жестко. Андрей, это мерзко. Потому что ты унизил. Ты унизил свою любимую девушку и унизил ее маму. Пожалуйста, не перебивай меня. Потому что, когда Марина тебе отказывала, Андрей, она переживала и волновалась. А ты сделал это специально и хладнокровно. И по реакции коллектива ты говоришь, что поднимайте руки, ну за справедливость ты. А реакция-то такая, что все не понимают, зачем ты это сделал. Почему таким методом? Можно же просто перенести свадьбу, как все это делают. А ты именно по-живому. Марина, к тебе обращаюсь. А урок, который тебе преподнес Андрей Чуев, он звучит следующим образом. Никогда не смей ты женщину мне говорить нет. Да, правильно. Потому что если ты будешь говорить нет, я тебя унижу. Я тебя накажу. Я накажу, не унижу. Я накажу тебя. Это даже не домострой, это что-то новое. Это неодомострой Андрея Чуева. Татьяна Владимировна, к вам обращаюсь. Долго ли вы еще будете вместе со своей дочкой учиться в этой школе Андрея Чуева, где вам будут ставить такие двойки? Всю жизнь. Где вас вертели, вертят и будут вертеть на банане? Всю жизнь ответил. Всю жизнь ответил. У вас два выбора. Два выбора. Это либо смириться с этим и все время вертеться на банане, либо искать своей дочки другого жениха. Че сидишь? Неужели тебе приятно смотреть вот на это, а? Мне вообще не приятно, вот я вам честно хочу сказать. Тебе не жалко, что... Как взрослая женщина. Как взрослая женщина? Как взрослая женщина. Вот это вот безобразие ты сделал, а? Красивая мать. Вот это вот ерунду какую-то ты сделал. Как мать нашей замечательной Мариночки. Никакой незамечательной. Разрывается. Садитесь, давайте, все. Что садиться? Это надо все снимать. Садитесь, садитесь. Сейчас будем все резать. Садитесь, все. Татьяна, я вам пять минут, а потом будете резать. Садитесь. Я прошу вас больше не рвать цветы. Это очень красивые цветы. Это, как бы то ни было, в этих цветах чувства. У каждого они свои. У меня вот такие красивые, красиво пахнут, и они всегда на солнце. Ты знаешь поговорку известную? От любви до ненависти один шаг. Знаешь? Да. И ты так кнутом воспитываешь Марину, человек просто теряется. Нет. Она теряется. Посмотри, я тебе просто, ты мог бы сейчас все вернуть назад, если ты Марине, Марине просто по-человечески, с большой любовью скажешь, извини меня, я переборщил. Я думал, это будет в игровой форме, но я не рассчитал. Я переборщил. Марина, можно тебя, пожалуйста? Я слышу, ты, я вижу, ты нас подслушиваешь. Сделай вот так, Паль, руку. Ну, сделай руку. Да ну, нет, я не хочу. Пожалуйста, я тебя прошу. Ну, сделай руку, Марина. Я прошу, я хочу поднять ее на стороне. А что ты не делаешь? Нет, ты моя девушка, это твоя мама. Марина, вот ты посмотри, что у меня получилось из-за нее глубоко, глубоко зашивать надо. Что это? Марина, вот это, чтобы эти цветы были всегда с тобой, это специальное крепление для цветов. Вот так. И всегда ходи, можешь с пальцем этот букет, ну ты его зажми, что ты вот так, что ли будешь ходить, что ты его просто не потерял. Прости, я переборщил, но это ничего не меняет. Что я переборщил? Мама, что я переборщила? Ну, вот мы... Подожди, мама, что ты за него говоришь? А я не знаю, что я переборщила. Я просто, мама мне говорила, я слышал, пока делал крепление, про что-то про переборщил. Ну, могу сказать в том смысле, что Андрей считает, что воспитательные моменты надо делать жестко, четко, жестко и так. Ну, он мужчина... А, тогда не переборщил. Это тебе. Я просто все понял, я сразу просто не понял. Тогда не переборщил, все нормально.